Итак, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новой фигурке, которая была добавлена в дополнение соборы и харчевни к настольной игре каркасу. Эта фигурка это у нас большой подданный. Вот так у нас выглядит обычный подданный и вот так у нас выглядит большой. Большой немного больше, но не прямо чтобы в два раза. Но большой подданный считается как два подданных при подсчете преимущества в том или другом городе. Например, у красного есть два человечка в этом городе, у зеленого один, но большой. Если мы объединим эти города, так не подходит для объединения, подходит. Если мы объединим эти города, то очки за этот город получат и красный и зеленый игрок. Давайте посчитаем, скажем, что у нас уже конец игры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать очков и красному и синему. Несмотря на то, что красный поставил двух игроков, а зеленый только одного. Это же правило действует и для подсчета крестьян. Скажем, что у нас здесь один зеленый большой крестьянин и один красный маленький. Если мы объединяем эти поля в одной при помощи вот такой фигурки, то все очки получит зеленый, красный не получит ничего. Также это действует и на дорогах. В этом случае, зеленый получит все очки, красный не получит ничего. Чтобы обыграть зеленого игрока в таком случае, у красного должно быть аж три игрока, либо свой красный, либо свой красный большой человек, чтобы как минимум набрать столько же очков. Ну, на этом и все, что я хотел рассказать о больших человечках из дополнения собора и харчевник на стольной игре Каркасон.